Да, это вопрос непростой. Здесь часто действует, так сказать, целопутность самых разнообразных факторов, как объективного характера, так и характера субъективного. Интересно, что за факторы? Познакомимся с этим человеком ближе. На Волге, в Марийской ССР, в пригороде Ашкар-Алы, и живет Сергей Степан Джилин. В 50-е годы его директор школы партии направила работать в сельское хозяйство. Он стал директором совхоза Семеновский. Хозяйство большое, поля подходят к самому городу, и тот сманивает людей. Но Джилин повел дело уверенно. Урожайность зерновых поднялась с 9 до 35 центнеров с гектара. Но еще больше гордится Джилин созданием первого в республике молочного комплекса. Здесь на одной стороне даят коров, а на другой молоко с комплекса прямо в магазин. За эти годы Джилин защитил диссертацию, стал кандидатом экономических наук, героем социалистического труда. Ныне он первый секретарь райкома партии. Пожалуй, такой человек поможет нам разобраться, почему хозяйства бывают разными. В нашей зоне есть отрасли сельского хозяйства, которые дают очень высокий доход. Это птицеводство. Мясное скотоводство дает более или менее высокую рентабельность. В то же время мы вынуждены заниматься и такими отраслями сельского хозяйства, которые не дают большого дохода, как-то производство молока, картофеля. Вторым объективным фактором является удаленность колхозов и совхозов от баз снабжения и сбыта сельскохозяйственной продукции. Объективно получается, что те хозяйства, которые расположены ближе к базам и имеют лучшую дорожную сеть, они успевают выбрать большее удобрение, быстрее развивают свою экономику. Вот мне приходилось наблюдать, несколько лет тому назад, из пригородных колхозов и совхозов шел быстрый отток населения. Сейчас мы видим другую картину. Пригородное хозяйство развивается более интенсивно. Здесь идет строительство благоустроенного жилья, внедряются промышленные методы сельскохозяйственного производства и наоборот происходит отток населения из глубинки в пригородное хозяйство. Вот такая наметилась тенденция. Так что совхозу Семеновске повезло не только на хорошее руководство, повезло быть рядом с городом.